Приветствую вас, Дарья. История, которую вы описываете, она... История, которую вы описываете, достаточно, на мой взгляд, у вас спутана немножко. Получилось? Потому что вы сами пытаетесь как-то предполагать причины, по которым у вас нет уверенности в себе. Ну, в той мере, да, в какой вы хотели бы, чтобы она была. Вы начинаете предполагать, но на самом деле, как мне кажется, еще больше запутываетесь только в том, что происходит, и еще больше запутываетесь в себе. На самом деле. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно все-таки... хотя бы в рамках своего вопроса, да, в рамках своего вопроса, хотя бы, вам нужно акцентировать свое внимание только на самом вопросе. Это первое. Второе. Вы пишите, как избавиться от неуверенности в себе. Знаете, избавиться от неуверенности в себе можно... Вот, мой ответ вам покажется, вероятно, несколько таким... парадоксальным, да, но избавиться от неуверенности в себе можно только, если вы будете избавляться вообще от всего, что касается вас. То есть, это на самом деле, ни в коем случае не тот путь, который даст вам, или может дать вам что-то позитивное, да, что-то хорошее, и так далее. Вот. Это, ну, просто вот, чтобы вы понимали, вы понимали этот момент. Поэтому, здесь история такая, вот, неуверенность в себе, это не что-то, от чего нужно избавляться. Неуверенность в себе, это индикатор, это индикатор того, что с вами происходит. Это индикатор того, что у вас с вами что-то не так, что внутри вас происходят какие-то конфликты. И, соответственно, эти конфликты нужно разрешить, они заявляют о себе через вот эту самую неуверенность в себе. Они говорят, что вот, вот, мы есть, мы конфликты есть, и именно потому, что мы есть, ты чувствуешь себя неуверенно далее. А вы хотите избавиться от неуверенности в себе, чтобы и конфликтов не замечать, но они же от этого не разрешатся. Дальше. Дело в том, пишите вы, что мне постоянно кажется, что на меня все смотрят, хоть это не так. Я сама четко это понимаю, но не могу избавиться. Не можете избавиться от чего. Знаете, если вам кажется, как вы пишете, что все на вас смотрят, то это скорее, знаете, такая потребность во внимании, это скорее именно вот такая потребность во внимании, у вас. То есть вам хочется, вам нужно, чтобы на вас смотреть. Вы хотите быть в центре внимания. Здесь, конечно, как-то вот можно увязать данный аспект с тем, что, ну, например, с тем, что родители вам много внимания уделяли в детстве, вот, то есть вы, возможно, привыкли быть окруженным большим количеством внимания, да, возможно, вы привыкли к этому, вот. Вот, но, как бы, сейчас, сейчас, когда вы, ну, оказались в другом мире для себя, да, вот, в мире, где вы абсолютно равноправных, в равноправных отношениях находитесь с людьми, вам кажется, что, возможно, да, вам кажется, что, если, значит, ну, к вам не относятся с предельным вниманием, то, значит, эээ, все, с вами что-то, что-то не так. О, конечно, мой конечно, может быть, эээ, и по-другому, да, то есть я здесь, эээ, не претендую на эээ, истину, потому что, эээ, для этого слишком, эээ, мало информации вы доставили. Эээ, ну, тем не менее, тем не менее. Дальше, эээ, ну, значит, эээ, так. «Иридолосцы на меня смотрят. Я стараюсь контролировать каждое свое движение. Каждый шаг, кажется, что горбачишь». Эээ, это, в большей части, большому счету, похоже на навязчивые мысли какие-то. Ваши, то есть вот то, что вы описываете, наверное, это очень похоже на навязчивые мысли. Эээ, к сожалению. То есть вот вы постоянно пытаетесь себя контролировать, постоянно пытаетесь, эээ, держать себя, эээ, значит, ну, в каких-то рамках. Вот. Ну, эээ, хочется вас спросить, да? Хочется вас спросить, эээ, почему так? Что такого страшного? То есть, ну, смотрят на вас, ээээ, там, к примеру, люди, да? Эээ, значит, ну, ну, как-то вот, эээ, они, там, взаимодействуют, допустим, с вами. Ну, ну, и что, почему вас это волнует? То есть, эээ, знаете, какая штука? Вы, эээ, завязаны на людях. Вы завязаны на людях, вы завязаны на том, как, эээ, к вам относятся. Именно, именно люди. Вы на этом завязаны. Слишком, на мой взгляд, сильно, сильно. Вот. Смотрите. То есть, вы завязаны на том, как к вам относятся другие люди. Вас это очень волнует. Почему волнует? Потому что вы не ориентируетесь, эээ, условно говоря, не ориентируетесь на себя. Вот. На себя вы не ориентируетесь. Эээ, в своем поведении, в своем личностном пространстве, так сказать. Вот. Связано ли это с родителями вашими? Я не, я не знаю. Может быть, может быть, связано с родителями, которые ориентировали вас, опять же, на, как бы, то, что нужно, в первую очередь, эээ, пытаться получить одобрение, там, других людей и так далее. Дальше. Так, значит, эээ, кажется, что горбачившая. Пытаетесь на других людей. Ну, вот здесь, мне кажется, вы, эээ, пытаетесь как-то выглядеть перед другими людьми. Зачем-то пытаетесь казаться, а не быть. И, здесь, вот, эээ, конечно, у этого есть довольно интересные причины. Могут быть, могут быть довольно интересные причины. Например, причины о том, что, опять же, ваши родители, когда уделяли вам много внимания, они хотели, чтобы вы были какой-то, чтобы вы были кем-то. А ваши, как бы, чувства, да, вот, эээ, как, ну, как таковые их особо-то и не беспокоили. Вот. И вы, на мой взгляд, ну, привыкли к тому, что ваши чувства никем не учитываются, ваши чувства никого не интересуют, никого не волнуют, ну, и, эээ, так далее. Ну, опять же, эээ, я могу отсчитаться, а, вот, но мне видится, эээ, так, мне видится, эээ, такой, ээээ, такой контекст, такая мне видится, ээээ, парадигма здесь. Вот. Дальше, эээ, идем. Ээээ, так, вы должны наблюдать мы сейчас. А здесь вы не принимаете себя. Ну, здесь у вас идет, ээээ, непринятие себя. К, эээээ, к сожалению. Вот. То есть, вот здесь на данный момент вы себя не принимаете, полностью, далеко. Вот. Почему вы себя не принимаете, вот, ну это, это вопрос. То есть, опять же, опять же, да, может быть, вам, у вас, может быть, не было возможности себя принять, и вы не умеете себя принимать, и вы увидите, вы говорите, что вот мне говорят, что я красивая, да, а как вы-то себя считаете, как они-то, что вам говорят. Важно не то, что вам говорят, а важно то, как вы, что вы о себе думаете сами, понимаете? То, что говорят вам, другие люди, это, ну, не имеет значения. Вы говорите, а я вот, вот я знаю, что у меня есть, там, ну, недостатки, вот. Так, а что вы считаете, что недостатки есть только у вас, вы считаете, что ни у кого больше, да, недостатков нет, или как? Ну, вы считаете, что ваши недостатки, это что-то такое, такое, прям, вот, вообще уникальное, да, и почему вы считаете, что, ну, что у вас не должно быть? Здесь, здесь опять можно говорить о том, что возможно, 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 только исключительно возможно, можно говорить о том, что родители ваши, они хотели, хотели, чтобы вы были идеальны. Вот, вот, родители, родители прямо вот требовали оправ, чтобы вы были идеальны, вот, а вы старались это делать, теперь вы хотите быть идеальны для всех, а быть идеальны для всех, это значит себя потерять. Быть идеальны для всех, это значит полностью потерять себя, потерять свою самобытность, потерять свою уникальность. Вот, и вам нужно сделать, вам здесь, вот здесь, да, вы сталкиваетесь перед, вы сталкиваетесь с выбором, то есть, либо вы идете по пути ориентации на других людей, вот, вот, либо вы идете по пути ориентации на себя, и ситуация как бы нормализуется. Дальше. Так, от этого мои движения становятся неровными, слишком четкими, как роботы, хранжи управляют своим телом. Ну, это все от страха, от страха, показаться людям не такой, какая вы есть, по вашему мнению. Лицо у меня становится каменным, и тапотно мне все это говорят, все это каменное, когда просто заняты своими мыслями, какими мыслями, как контролировать и свою лицо, это напряженным, не знаю, как успаковываться. Есть навязчивость. Здесь навязчивость, вот, это... Очень похоже на навязчивость, т.е. это прям, вот, очень похоже сильно на навязчивость, в том смысле, что... Ну, в том смысле, что, что вы чувствуете навязчивые идеи, чувствуете в себе навязчивые какие-то вот мысли, вот, и это не, ну как бы не связано с тем, что хотите вы, вот, скорее всего, здесь история такая, что вы как бы себя, ну, заставляете, вы себя заставляете это делать по необходимости, мне кажется приятная, но такая. От навязчивых и навязчивых мыслей мыслей можно избавиться, можно освободиться, вот, но опять же для этого нужна работа. Не знаю, как успокоиться. Понимаете, Барья, чтобы успокоиться, нужно сначала понять, что именно вас беспокоит. То есть мы же по сути там так и не рассказали, что вас беспокоит конкретно. То есть все конкретно вас беспокоит, все конкретно вас спадает. Мы не рассказали это. Мысли о чем-то другом не отвлекалось, не спасалось. Они не должны спасать странные мысли. Мысли не спасают, мысли просто призваны вам для того, мысли, точнее мысли, лучше сказать, данные вам. Мысли, данные вам. Мысли, данные вам. для того, чтобы вы могли отображать в своем сознании, да, отображать в своем сознании, что еще вы хотите. Вот судя по тому, что вы описываете, вам вообще само ничего особо не интересного. Вот нет своего дела, вот нет своих увлечений, вот нет своих каких-то там целей личных, вот лично своих целей нет. так мне видится, по крайней мере. Я могу ошибаться. Я не говорю если я понял. Я могу ошибаться. Но ориентация, я продолжаю, что это социальная ориентация, да, это, по сути, доказательство того, что у вас своего, вот именно своего. Ничего нет. К сожалению. Дальше, наше дело в том, так, эм, эм, голова занята только окружающим. Ну, то есть, с одной стороны, это навязчивая мысли, быть удобной всем, с другой стороны, это отсутствие своих собственных целей, потребностей и так далее. Интересно. Каждый выход на улицу или куда-либо для меня, как испытание в всю жизнь. Ну, потому что вы думаете о людях, опять же, они думаете, для чего вы это делаете, зачем это вам. В детстве родители очень много уделяли мне внимания, может быть, поэтому, ну, опять же, что за внимание, какое внимание и так далее. Некомфортно, делаю себя при разговоре с кем-то, человек сидит ближе и больше смотрит, постоянно волнуюсь, я трясусь и говорю, не думая всякую чушь, хотелось бы иначе. Опять же, потому что вы ориентированы на других людей, вы не ориентированы на себя даже. То есть, по сути, речь идет о том, что у вас нет. Существует определенное живое существо, которое пытается получить одобрение, я подчеркиваю, да, одобрение, пытается, вы пытаетесь получить одобрение других людей. Вы пытаетесь получить одобрение, но которое само, но которое само для себя, само по себе ничего не значит и не представляет, которое постоянно пытается оправдать ожидания других людей. Не свои, не свои ожидания, а других. Дальше, при этом мне говорят, что я красивый, но при недостатке я знаю. Но опять же, вопрос не в том, что вы их знаете или нет, вопрос в том, как вы к ним относитесь, принимаете ли вы их, это работа. В каком-то роде даже стесняюсь себя. Ну, то есть, непринятие. Непринятие, опять же, у себя идет из детства. Вот. Что мне делать? Ну, в этом контексте я полагаю, что работать с психологом по тем проблемам, которые я озвучил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился сам ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.